Боты сейчас очень распространены, и их основная задача – это снять с живого человека необходимость давать одинаковые типовые ответы на одинаковые типовые вопросы. Это если мы берем изначально тех ботов, с которыми вы наверняка знакомы, которые помогают узнать цену, подписаться на какой-то канал, получить дополнительный контент по подписке. То есть все то, что можно автоматизировать, лучше, конечно, автоматизировать. Поэтому подумайте, какие из ваших тематик, какие из ваших ответов, которые вы даете регулярно, можно было бы делегировать боту. Но это далеко не все, на что боты способны. Вот, например, такой нестандартный способ использования технологий я вам сейчас покажу. Это проект «Ночлежки», и он устроен как диалог с ботом, при этом рассказывается важная, значимая тема, значимая история. Давайте посмотрим, готовы ли мы узнать шанс. Давая типовые, то есть есть сценарий, разветвленный сценарий, в зависимости от того, какие вопросы, какие ответы я даю, мне этот бот подкидывает нужную дальше ветку диалога. Да, есть такие навыки. Нет, судимости нет. Да, представляете себе вот ветку, как устроен этот бот. То есть если я отвечаю на вопрос, есть ли у меня судимость, отвечаю «да», то пойдет диалог по другой ветке. Ну, допустим, поиграем, да, посмотрим, как это. Бывают конфликты с людьми. Например, мы ответим «да», что происходит. Да, то есть бот выспрашивает, судя по тому, как встроится диалог, да, бот выспрашивает у меня особенности моей жизни, особенности того окружения, в котором я живу. В зависимости от этого этот бот мне посчитает некую вероятность того, что смогу я оказаться бездомным человеком или нет. То есть через бота, через диалог, через вовлечение аудитории в данном случае не просто рассказывается о жизни бездомных, не просто рассказывается о ситуации с этой темой, с этой проблемой. Мы вовлекаемся, мы присваиваем себе эту тему, мы взаимодействуем с этим ботом и погружаемся в тематику. То есть если вы просто напишите, что бездомным становятся люди, у которых часто бывают непогашенные кредиты, они не могут выбраться из долговой ямы и постепенно теряют доходы и имущество, и есть вероятность такая оказаться на улице. Если про это рассказывается как о какой-то внешней истории, не возникает вот этого ощущения, не возникает примиряния ситуации на себя. Ну вот в данном случае бот помогает авторам вызвать у читателя, у пользователя эмпатию и попробовать проанализировать вот этот вот риск и эту вероятность оказаться в этой сложной ситуации. То есть боты это далеко не только те, кто сухо и по скрипту отвечает вам, сколько стоит тот или иной продукт. Технологию бота можно использовать и вот на такое хорошее дело. Технология бота Технология бота Технология бота Технология бота